огромный курс по обучению, до этого мы занимались целый год, можно сказать, коучингом, можно сказать, консультациями, сопровождением, я весь год не знал, как это назвать правильно, но основная задача была помочь людям получить максимальное знание, чтобы человек понимал, что он специалистом стал, не то, что первостепенная цель купить и продать один товар, понятно, миллион проблем будут потом, миллион проблем до этого, но самое главное, когда ты имеешь технологию и когда ты понимаешь механику Амазона, тогда твой результат на длинной дистанции гарантированно с плюсом, потому что это чистая статистика и математика, здесь ничего такого нет. Делай все правильно, рано или поздно те козлы, которые по дороге попадаются, всякие негодяи и так далее, они все равно со временем отвалятся, потому что мы делаем правильно, мы подстраховываемся, мы исправляем те ошибки, которые совершили и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас у меня, например, дропшиппер уже, я не знаю, десятый на листинге сидит, то есть я уже забыл, когда я нормально торговал, и это такие дропшипперы, о которых я до этого вообще никогда не слышал. То есть это дропшипперы, которые привезли мой товар и положили, то есть на прайме они сидят и положили на склады Амазона. То есть я до этого всегда слышал про FBM, мы боролись с ними, там что-то разговаривали, я слышал про китайских, ну те, которые просто привезут мой товар и будут там торговать и будут у меня байбокс чаще выигрывать. Для меня это, честно могу сказать, шок, то есть и вот эти моменты, пока не будешь работать, пока с этим не столкнешься, и у каждого будет своя история, ты это не будешь знать, не будешь знать, как с этим бороться. Вот на собственных ошибках, на собственных вот этом опыте мы так, скажем, и двигаемся. Ребята, расскажите, как вы это видите вообще в принципе, а потом начнем уже дальше. Денис, расскажи. Алло, микрофон включу, у тебя микрофон выключил. Да, я включил, я как раз выключил просто, чтобы не мешать. Меня слышно хорошо? Отлично. Ну да, как бы, как сказал уже Денис, то есть я за этот год очень много консультаций провел, тоже таких в частном порядке, много разных ситуаций рассматривали, там, ну, в основном, большей частью были связаны ситуации именно с оптимизацией листинга, то есть, как правило, ко мне обращались люди уже, которые имели опыт какой-то, попробовали продавать, либо там продают уже, в принципе, и некоторые ребята, я вам скажу, достаточно неплохо продают, да, которые у Дениса, например, тоже проходили обучение. Ну, 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 ну моментов, с которыми сталкиваются амазонщики вот таких чисто технических. То есть там понятно, делать как зарегистрировать аккаунт, как там сделать листинг, как выбрать товар, даже в принципе уже это поговорили, переговорили уже, но каких-то вот нюансов все оптимизации, что касается там запуска PPC, что касается каких-то таких мелких техничных моментов, вот этого мало. К сожалению, как бы в целом в интернете этой информации очень много, но не у всех есть время на все это перелопать, даже по большому счету если взять просто все лайбы Дениса посмотреть, да, там от начала и до конца, в принципе, этого более чем достаточно, чтобы полноценно запуститься, но к сожалению, столько времени нет ни у кого, даже вот я по себе сужу, например, там час-полтора лайф в среднем длится, как бы у меня уже нельзя идти в час-полтора, чтобы посмотреть, потом понятно, что Денис отвалился, это у меня так или у всех? да, Денис отвалился, что-то у меня там со связью беда. Не буду я баловаться с видео, потому что трафика, я его так тестирую, смотрю, проверяю, как это происходит. сейчас подцепим. Жень, добавь тогда, пока ты расскажи. я скажу такую штуку, что я продолжу немного, что начал Денис, что чем хорошо такое сообщество, что вот я тоже очень с многими людьми общаюсь, и что мне помогает давать какие-то советы или помогать решать какие-то проблемы, это вот эта масса людей, которые к нам все время обращаются, и мы вместе решаем очень часто проблемы, у которых ни у кого не было. Если проблема была, это все понятно. Раз-два мы решили, потому что есть стандартное решение разных проблем. Но очень часто попадаются в первый раз какие-то проблемы. И когда Амазон все время в таком динамике, сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, они четвертое перекрыли, и все время что-то новое появляется. И когда есть масса людей, есть такое сообщество, то мы можем быстро это все решить. Потому что у нас механизмы есть какие-то, у нас есть разные возможности. И когда кто-то первый попал в такую проблему, второй, третий, четвертый, когда уже обращается, мы уже знаем, как это сделать. Поэтому очень часто на наших таких воскресных собраниях мы обсуждаем текущие проблемы на сегодня. Потому что то, что было вчера и позавчера, оно уже не очень актуально. Поэтому в этом плане цельность такого как бы сообщества, оперативность решения разных таких вопросов. Вот как Денис сейчас поднял, допустим, такой вопрос, что есть такой новый метод хайджекерства. Когда люди не просто цепляются, а продают какое-то свое фло, которое легко его скинуть. Ты выкупил у него, послал Амазону фотографии, что он продает, фейки, и все, и его скидывают. Но когда он продает точно такой же продукт, то есть он взял продукт, купил, сделал точную копию и прислал его. Все, тут уже как бы его так просто не скинешь, потому что он продает точно такой же продукт. И тут надо уже по-другому решать. Поэтому сейчас, если человек входит на Амазон, то как только он начал более-менее нормально продавать, сразу надо регистрировать какие-то торговые марки, делать эти гейтинги. Это другой уровень, это другой механизм надо включать. Ну вот на данный момент у меня, считай, торговая марка там сколько там, максимум два месяца. Я даже голову не забивал, что она так срочно понадобится. Второй момент. Они сделали на самом деле практически такой же, потому что товар-то стандартный на самом деле, ничего там сложного нет. А вот полиграфию сложно подделать. Она не черная, она не белая. То есть и они не смогли полиграфию подделать, и видно оттенки разные. То есть там синий, а там синеву, грубо говоря, а там зеленый цвет. Вот, но мы делали выкупы, все это делали, жаловались. И очень туго на самом деле, непонятно, что да как. То есть подделка-то видна на самом деле, но все равно очень сложно. Просто это же, они вложили деньги, они произвели, они привезли. Сколько время это прошло? Я на Амазоне два месяца всего. То есть это новый тип бизнеса, может быть, может еще что-то. То есть просто брать там бестселлеров, например, делать их товары и привозить. То есть если есть там аппрув, не надо проходить ничего, то есть у меня пока этого нет, то что марка новая, а только в состоянии регистрации находится. Я говорю, моментов много, потому что на данный момент мы нигде не афишируем такую жесткую ценность сообщества. То есть те люди, которые у нас пройдут, проходят обучение, с нами работали и так далее, и так далее, они попадают в это сообщество навсегда, то есть по интересу. То есть постепенно, постепенно мы как бы к этому и ведем, чтобы увеличить ценность профессионального сообщества. Я вот много раз об этом говорил и буду продолжать об этом говорить. Вот из-за этого я ищу разные способы отсева вот в это сообщество, потому что просто так, если сейчас взять, опять полгруппы туда перейдет, непонятно кого, это так нельзя делать. Но нам не надо масса. Качество, главное качество, понятное дело, то есть именно качество, а единомышленник в этом отношении, понятно. Что касается обучения и как я это себе конкретно вижу. Вот, по обучению непосредственно мне, мы много видели, особенно мы интересовались очень этим активно на начальном этапе, то есть когда мы заходили на Амазон, всю жизнь занимаясь продажами, не занимаясь продажами вообще в интернете, это непросто, теоретически понятно, но не просто по факту. Вот, приходится с этим работать и понять формат, потому что многих интересует именно формат. Формат на бумаге там как бы в тексте уже написан, то есть там все понятно, кто реально решился, кто реально хочет и кто реально понимает, что запуск начинается с февраля, самый правильный, наверное, самый правильный выбор товара это вот в середину февраля и начинается весь сезон до Нового Года. То есть вот надо планировать именно сейчас. Все, вот можно просто спланировать полностью весь год, не проблема. Это вот самый правильный запуск. Самый второй запуск такой, это конец лета, то есть это июнь, июль, август. Потом уже поздно, вот мы даже в этом году, я в сентябре успел бестселлеры свои раскачать, а некоторые товары свои, которые через ауто в стоке мы не смогли в октябре, уже в ноябре нам уже сложно было. Да, мы выше на продажу, но не то. То есть вот этот опыт, цикл мы прошли, следующий цикл пошел, из-за этого мы в прошлом году с Женей вдвоем, с Денисом сначала начали, но Денис отстрелил на год, потому что он работал на нормальной оффлайн работе, и вот он как раз к концу года закончил, и мы воссоединились. И получается, мы вдвоем за год прогнали более 150 человек, надеюсь, хоть кто-то там отзыв напишет очередной, вот, очень сложно из людей это вытянуть, не знаю, по какой причине, но по крайней мере негатива я не вижу, наверное, тоже плюс какой-то, но социальная оценка, нас Амазон приучил, что должно быть как-то, но не получается. Автореспондеры, надо их почту взять, даже не долбить, пока нас это скажет, отстаньте от нас, вот вам отзыв. Вот, в любом случае, я думаю, если кому-то будет интересно, людей можно просить, как мы это проводим, как мы этим занимаемся, но для меня лично, любое обучение, это именно технология самого процесса, то есть человек должен понимать суть, что он делает, какие он задачи и проблемы решает. Не проблема только покупается, или что мы там должны решить, а именно вот суть, которую решает сам Амазон, то есть что такое маркетплейс, как он работает, то есть я себе вижу это, мы зашли в трафик, мы этот трафик увидели по трекеру, мы получили сессии, так как мы все сделали правильно, как правило, у нас проблем нет, у нас с автоматом идут продажи. Продажи бывают хорошие, когда трафик отличный, сессия отличная. Когда продажи плохие, значит, мы не смогли пробить трафик. По какой причине? Причин огромное количество. Я следующий лайф, или там через лайф, хочу провести как раз по теме, вот я рассказывал несколько раз уже там, по выбору товара, по запуску, но давно не рассказал проблемы Амазона. То есть вот эти подводные камни, настоящие подводные камни, такие прям, о которых не только локти сбиваешь, и коленки, а нервы, и посидеть можно периодически, потому что постоянные баны. Это я только рассказываю о привате, я даже не знаю, что происходит. Онлайн, дроп, мне, в принципе, это никогда не было интересно. Вот, но я расскажу по привату, как одна из самых таких надежных, правильных таких схем продаж на Амазоне, сколько там, и какие я столкнулся с подводными камнями. Мои друзья столкнулись, мои ученики столкнулись с подводными камнями. Вот, будет, думаю, интересно. Вот, и эти подводные камни, так как мы их уже прошли часть, мы, соответственно, их уже обходим как-то более-менее. Но, на самом деле, Амазон это, живой органин, который меняется просто вот вообще постоянно. То есть, ну, я не знаю, просто постоянно. То одна информация, то верифай работает, то не верифай не работает, то опять работает, то забанили, то начали письма рассылать, то не стали рассылать, то сразу стали банить, то письмом решаем за сутки, то сейчас неделю ждут. Непонятно. То же самое со склейками, то одно, то другое. То есть, услуг огромное количество, действия Амазона, трафик, увеличение трафика, огромное количество, и они постоянно работают по-разному. Вот, из-за этого сообщество полезное, какой бы ты суперспец не был, месяц ты сам не будешь торговать, отдашь на аутсорс, все, можешь забыть про Амазон. Все, заново надо начинать. То есть, надо заново вникать, то есть, ты все, ничего ты не знаешь. И будешь ты эти видеоблоги там смотреть, я не знаю, там подкасты слушать и все остальное, набирать огромный объем информации, беспонтовый абсолютно, который к практике будет иметь 2%. Вот, а все остальное, потому что целевая часть людей, она совершенно разная. То есть, у одного 5 тысяч долларов, а у другого 50 тысяч долларов, а у третьего 500 тысяч долларов. Или оборот, или стартовый капитал, или там еще что-то. Вот, то есть, себе найти вот именно вот это, подогнать. Да, коучинг – самая крутая вещь. Мы от коучинга специально уходим, чтобы, ну, наверное, нам очень интересно побиться с настоящими инфобизнесменами, которые реально все это умеют делать, но вообще это не умеем делать. Мне просто хочется научиться работать с внешним трафиком, в принципе. И курсы по обучению, наши услуги по увеличению продаж на опыту, по Амазоне, различного рода, потому что мы, в принципе, делаем абсолютно практически все. Это однозначно, однозначно такой же продукт, как и любой продукт физический. То есть, разницы никакой. А если я пойму, разберусь, как вот это все продвигать, это таргетинг, то есть, на профессиональном уровне, все эти сайты, как все это работает, опять понять механику. То есть, если я по Амазону, я могу механику объяснить, что надо сделать, что надо сделать. Все просто, ничего там сложного нет. Все просто, как кирпич. Берешь качественный продукт, предлагаешь немножко его, чтобы предложение было немножко лучше, чем у конкурента, и вваливаешь офигенный маркетинг, бюджет в маркетинг. Все. Вероятность успеха, там, я не знаю, очень высока. Со второго товара, с третьего товара, вот, очень высока. Просто, если только ставить всю ставку на один товар, это то же самое, что ставить как в казино рулетку. То есть, тут невозможно, потому что, тут около, я не знаю, там, половины, 50% это сечение обстоятельств. Потому что, мы можем, самый крутой камень, который мы не можем предугадать никак, это мы выбрали товар, и одновременно с нами его выбрало еще 100 человек, или 1000, я не знаю. Вот именно в эту нишу, именно такой же товар, 10 человек, 20 человек. Из-за этого на старте очень опасно кому-либо говорить эту историю. Но, на старте, если этот товар обычный, никто, в принципе, в него и не пойдет. Все начинают идти в товар, когда он уже продает и думает, я сейчас тоже так все сделаю. Потому что, все же понимают, что надо сделать, по большому счету. Но не у всех получается, потому что в одну реку два раза одинаково не зайти. У нас с Женей, кстати, ну, у нас с Женей, был запуск два, сколько у нас, три рестарта. У нас мы запустили, рестарт, запустили, рестарт. То есть, у нас были авто, постоянно аутовстоки, и мы на третий рестарт, мы как раз споткнулись. Потому что этот Новый год не вышли на те, на те сессии, на тот, так скажем, ну, короче, нас не так увидели, то есть, не столько трафика мы получили. Мы получили скромные достаточно продажи, значительно меньше, чем до этого. Вот. Что формат хочу про курсы рассказать? Идея. То есть, есть, понятно, просто видосы, мы за это время пытаемся сэкономить свое время, пытаемся сэкономить ваше время, чтобы у вас было меньше вопросов и одновременно более эффективно. то есть, у нас есть три блока. Блок выбора товара, блок Китай, блок работа с Китаем и блок, соответственно, запуск товара. Кому-то, естественно, надо определенные вещи. В первую очередь, это запуск товара, потому что очень, ну, так скажем, 70-80% наших клиентов это люди, которые приходят, пройдя другие курсы. Где-то учились там самоучки или еще что-то, то есть, они приходят именно правильно запустить товар. То есть, у них уже есть товар, мы с ним просто работаем. Из-за этого мы оставили такой курс, мини-курс, так скажем, то есть, чтобы человек понимал, как его запустить. Выбор товара тоже самое, потому что по Китаю объяснять особо нечего, это как бы просто само собой образующие и стоимость нашего курса, она, если посчитает тысячу-тысячу, а так за три месяца, две тысячи. Вот, сейчас просто скидка будет для первого февраля. Вот, какие там есть плюшки? Я сейчас открою, посмотрю, что там мы написали, чтобы, чтобы, чтобы точно. Ну, во-первых, во-первых, мы каждый год запускаем товары свои в этой группе. Это первое, наверное, основное. Идея в чем? Мне не надо доказывать никому, что я торгую на Амазоне. Не торгую я на Амазоне. Знаю или не знаю, я не вижу в этом смысла, ни с кем я спорить не собираюсь. Вот, мы просто с ребятами в группе выбираем товары и их запускаем. Вот, из-за этого, чтобы эти все вопросы ушли, когда раньше к нам приходили, а там, сколько вы продаете, как продаете? Я говорю, вы к нам придете, вы сами поймете и все увидите. Вот, то есть у нас есть товар в том году, который мы запустили, и мы продолжаем до сих пор им торговать. Правда, сейчас не очень хорошо, но мы будем делать следующий там у нас очередной рестарт. Но есть видосы, есть вся история, есть причина выбора этого товара, есть аутовстоки, есть вся история и причина, почему мы не запустили правильно в третий раз, почему так получилось. То есть, это все опыт. То есть, я считаю, опыт со стороны очень полезен, очень полезен, потому что вы запускаете свой товар, вы зашорены достаточно сильно, а здесь, как бы, не зашорены. Плюс ваши инвестиции определенного порядка, то есть там, я не знаю, а здесь дополнительные, так скажем, деньги, когда со стороны видно, например, я запускаю товар за 5 тысяч, а тут люди запускают за 30. Интересно, как это все происходит, как происходит с вариациями, как происходит товар аналогичный, как происходит товар, ну, то есть, вот эти все моменты. Дорого, дешево, почему так и не иначе. То есть, со стороны видно и можно в ретроспективе видеть. Второй момент, у нас нет курса, я считаю это, ну, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, конечно, но я считаю, что это ни к чему, вот это вот раз там в квартал, раз там 3 месяца, 3 месяца, 3 месяца, у нас человек может прийти в любой момент, абсолютно в любой момент, ему не надо ничего для этого, то есть, он просто приходит и выливается в коллектив, потому что все равно наш курс, он заточен на индивидуальный подход, потому что у нас есть каждую неделю обязательно одна консультация личная, одного выбирает из нас там, я, Женя там, или Денис, то есть, выбирают, смотрят, постепенно, мы, естественно, сейчас это еще не обточили, посмотрим, какие там, кто какие вопросы закрывать будет, но я на данный момент этого не вижу, потому что есть выбор товара, есть вопрос, у Карда есть свои стратегии, Карда рассказывает о том, как он это себе видит, потому что видосы, те, которые видосы мы даем, это просто база, когда мне люди спрашивают, а как вы их там, а если у вас их украдут, а если там, да они ничего не стоят, видосы, это просто пыль, это вот когда мы раньше видосы-то эти смотрели, бегали за курсами, это просто, ну, я не знаю, как зарегистрировано на Амазоне, то есть, такие вот, это базовые вещи, которые дают фундамент, но не более того, то есть, это чистый фундамент, чтобы мы разговаривали на одном языке, чтобы мне не повторять одни и те же вещи, то есть, для этого нужно было год нам проработать, так как мы не специалисты в обучении, там, и так далее, у нас нет этого опыта, вот, мы как раз наработали, понять, что людям надо реально, чтобы не повторяться 10 раз, мы их накапливали, эта информация накапливали, вот, сейчас как бы вроде все есть для этого, а раз в неделю личная консультация, то есть, человек скопил информацию, то есть, например, выбор товара месяц, 4 консультации, раз в неделю, он собирает и конкретно по своему товару задает вопросы, нет, конечно, там, каких-то таких моментов, то есть, он задает конкретно по своим вопросам, он ценит свое время и наше, сейчас вот мы, вот, коучингом, когда занимаюсь, этого ограничения нет, и человек постоянно нам названивает, а сейчас вот определенно он определился, у него есть вопросы, и он по своему товару и задал, раз в неделю, это вот достаточно просто за глаза, первые несколько недель, так как я даю таблицу, таблицу своих там ниш, там, грубо говоря, пока он там изучит, пока видосы посмотрит, то есть, даже этого не, не это излишне, а вот общие вопросы, пожалуйста, надо просто приходить на общие созвоны наши по воскресеньям, и задавать все вопросы, там, все мои друзья, кого я знаю, кто классно продает на Амазоне, они не всегда приходят, естественно, можно попросить, можно, есть какая-то тема, можно попросить любого, чем нас там будет больше, тем я более крутых спикеров могу приглашать, в том числе и платные какие-то, за недорого, например, там человек придет, расскажет, там, я не знаю, там, по PPC, по этому, но уже качественно, вот, то есть, в этом весь смысл, то есть, но это уже сообщество, это как бы дальняя история, то есть, к чему мы, в принципе, стремимся, вот, по поводу общих вопросов, пожалуйста, пришли на общий созвон, раз в неделю, все вопросы решили, этот общий созвон, он для всех вечно, я надеюсь, что когда-нибудь он и без меня будет проходить, и так далее, и так далее, то есть, весь смысл в том, что те люди, которые курс закончился, или еще что-то, они всегда там, все они приходят, идет постоянный чат, постоянная переписка, постоянный, там, помогаем, есть у нас уже второй чат, организовался с минусовкой, то есть, я не знаю, у меня сейчас вообще нет проблем с товаром, чтобы опустить, например, негативного, ну, вообще нет проблем, спасибо всем ребятам, там, помогаем всегда друг другу, сколько можем, кто-то ставит плюсики, кто-то не пишет, кому-то лень, но в любом случае, по крайней мере, у меня, я даже некоторых учеников периодически смотрю и там пальцем машу, что очень важно во внутреннем лейтинге, чтобы с левой стороны все были пятерочки, все было поднято, все было четко, можно сделать схемичить с четверками, можно схемичить с видосами, но должно быть все красиво, правую сторону на мобилках никто не видит, а левая сторона должна быть проголосована обязательно, это неправильно, если этого нет, из-за этого нельзя, ну, я не знаю просто как, не постоянно следить за своим аккаунтом, я просто это не понимаю, то есть, или человек никогда толком не торговал, не был никогда топовым продавцом, или он так супер-пупер защищен там марками, патентами, торговой марками, ну, то есть, я не знаю, у меня такого нет, то есть, у меня каждый день бой, каждый день, каждый день, какая-нибудь там шляпа, ее моя, вылазит, откуда-нибудь непонятно, или вечером сидишь, были продажи, открываешь, уже нет, уже собачку, уже заблокировали, вот там пишешь, звонишь, пишешь, звонишь, утром раз, все работает, и какая-то проверка прошла, нервотрепка постоянная, из-за этого я говорю про вот эти все вещи, про риски, про то, что в ютюбе какой-то несут дичь непонятную, о том, сравнивают какие-то доходы американцев, там, я не знаю, я этого не могу понять, вот, значит, это я рассказал, лично консультации, лично, это по конкретному товару, значит, общие вопросы, все общие вопросы на общем собрании, приходите все, все приходят, многие приходят, в принципе, не меньше, чем сюда, на самом деле, вот, и там ребята, которые уже опытные, которые продают, они также дают такие вопросы, которые вам, там, в будущем понадобятся, ну, то есть, просто общение голосом исключительно, никакой переписки нет, Жень, расскажи что-нибудь, я сейчас тут почитаю, Марчу ничего вспомню. Да, я еще хочу, как бы, добавить немного Дениса, эту штуку, которую мы сделали, такой эксперимент, с этим запуском нашего товара, и он, как бы, где-то был удачный, где-то неудачный, но основная идея была, это показать, что можно взять любой продукт, из любой нормальной ниши, запустить, и он будет работать. Многие говорят, Денис дает вот эту таблицу, таких этих, хороших ниш, и многие говорят, что в этих всех нишах все товары уже заезжены, и там что-либо трудно запустить. Но, как бы, я могу сказать обратно, что там очень большая масса товаров, которые можно запустить, и в этот раз, я надеюсь, мы тоже возьмем новый товар из этой же таблицы. Всем назло. Да, всем назло, и покажем, что в этой таблице есть огромная масса товаров, и умение продавать, главное, это маркетинг, а не загруженность ниши. Сеня, можно я скажу, я уже подключился, меня слышно? Да, отлично. Я тут ногой нечаянно задел провод просто и выдернул этот стекер, потом, когда обратил внимание, оказывается, я долгое время говорил, а меня не слышно было. Хочу рассказать, что вот насчет запуска товаров, ну, я вот преущественно, как я уже сказал, у меня очень много было ребят, которые, ну, либо запустили товар, либо записывают, либо там работает что-то, не получается, это сложности были, и очень много запусков, я вам скажу, видел товаров, которые, в принципе, у некоторых ребят, ну, более того, в некоторых даже курсах уже их не рекомендуют, я сейчас могу вам сказать, но, тем не менее, люди продают товары, и достаточно неплохо, и некоторые товары очень хорошо продают. Я много видел ребят, которые считают себя крутыми специалистами, которые отвечают, что вот, мы взяли товар, а он давно не продается, не получается, но, тем не менее, ребята такой же товар продают, и отличный, замечательный. То есть, немаловажно, действительно, как бы, понимать вот эти вот тонкости, нюансы именно маркетинга и нюансы запуска товаров. Потому что, многие не понимают, что мы не продаем товар, мы удовлетворяем потребности. То есть, многие забывают, что вот есть потребность у человека, да, ее надо удовлетворить. Вот, поэтому мы, скажем так, при запуске товара, этому уделяем максимально возможное время. Это касается еще оптимизации под запросы непосредственных клиентов, они так, как там пишут мерчинг-корты, все, кому не лень, вот, мы, опять же, работаем с фотографиями, очень как-то правильно сделать, опять же, рассказываем, как работает поисковой механизм, почему, каким образом, чем зелено, что есть. Мы стараемся удовлетворить потребность нашего покупателя. Если она есть, если товар хорошо продается, на него есть спрос, мы можем его продавать. Другой вопрос, когда люди выбирают товар, а там спроса нет, вот тут, да, тут сложно продавать. Когда товар не нужен никому. Ну, или бренды мировые, просто с ними очень тяжело. Да, мы его сделали такой классный, замечательный, такой красивый, сами с ним обалдеем, но он нафиг никому не нужен. Как в свое время, в советское время, там была мода на тостеры. То есть, это наша культура, у нас не принято там, жарить тосты. Когда-то и мои родители купили себе тостер, и вот он лежит, пылиться до сих пор. Самое смешное, самое смешное, я вчера только с Германии заказал тостер, пришел тостер, реально жарен. Самое смешное, вот тебе говорю, это вот. Сколько у меня лет не было, и неудобно, то есть, подогреть хлеб. Поэтому идти, чтобы ты созрел до тостера. Не, он у меня был, просто сгорел, и очень долго не было, неудобно, то есть, привыкли, и нормально, так что. Я еще забыл сказать, в курс у нас еще входит точно, это написание листинга, то есть, вы точно научитесь писать листинг по базе, с полным контролем, что он будет закончен, единственное, надо будет на вычетку отдать просто там, человек, который знает язык. Мы научим любого человека, который там на русском еле-еле разговаривает, вот, написать листинг. Причем, рабочий, с которым мы работаем, и никаких вообще проблем нет. Так что, тоже немаловажно, не надо это ничего заказывать и голову все забивать. Ну, еще вот, как-то Денис тоже затрагивал такой момент, что вот многие думают, что вот этот вот бизнес, который там можно запустить его, да, и он сам по себе будет работать. Тут момент такой, что даже если вы хотите, чтобы вам этот бизнес запустили под ключ, там, вы найдете каких-то специалистов, вы найдете каких-то ребят, которые вам выберут товар, который для вас запустят, вы, как минимум, все равно должны пройти курс, пройти все стадии, научиться понять, как это работает. Чтобы, опять же, делегировать свои полномочия, кому-то набирать команду, чтобы объяснять, кому чем заниматься, и опять же, проконтролировать их работу, как минимум, нужно самому в этом разбираться. Ну, так, в принципе, квалификацию надо поднимать, потому что по-другому. Да, да, да. И с них спрашивать опять надо понять, потому что могут, я просто реально знаю, у меня был жизненный опыт, ко мне обращался человек, мы общались, я что-то подсказывал, а потом через какое-то время ко мне обратился другой человек, который занимается обучением курсов, и начал там у меня консультироваться там, и в конечном итоге выяснилось, что того человека, которого я обучал, ну, как помогал, его сейчас обучает другой человек, который у меня учится, и таких у меня было, как минимум, человека 3-4, то есть я его, это самое, консультирую, а он консультирует, просто кому что нравится, каждый выбирает то, что выбирает, вот, и чем мы занимаемся, мы занимаемся именно передачей технологии, как мы себе это видим, мы совершенно три разных продавца, который торгует, и у нас совершенно разная стратегия, мы готовы с удовольствием обсуждать моменты, потому что именно на общих собраниях мы будем обсуждать, что Денис сказал это, этот Денис сказал это, а Женя вообще сказал это, только сегодня мне сказали, Женя сказал старт вот такой, а ты сказал вот такой, я говорю, так вам и выбирать, она говорит, ну, там же логика-то одна, и, конечно, говорю, одна, здесь просто механика, а механика это предпочтение каждого, а эти предпочтения зависят от бюджета, от товара, и от многих других моментов. Кому-то нравятся гоночные машины, я в таких случаях говорю, а кому-то такие помедленнее, бизнес-класс, которые ездят спокойно, вот и все, человек выбирает, один человек хочет Феррари, промчаться по городу, а другой хочет Мерседес, и проехать на нем медленно по этой улице, вот и все, все, тут темперамент человека, много очень разных факторов, никуда к этому не деться. Абсолютно согласен, да, из-за этого я и говорю, что чем более многообразен будет подход, неоднообразен и в одном формате, вот, тем лучше. И это, естественно, надо это все обсуждать, потому что реально бывает не доходит, то есть видео можно посмотреть, и не дошло. Видео, в первую очередь, у нас будут именно технические, которые просто сухая выжимка. У нас за год накопилось своих закрытых видео, мы каждый созвон записываем, каждый созвон у нас тематический, или обо всем, то есть там это созвоны разной темы, связанные именно с Амазоном, или созвон, связанный с нашим товаром, который мы обсуждаем постоянно, который мы товар запускаем, мы обсуждаем абсолютно, вот просто по полкам его раскладываем, начиная от того, как мы выбрали, то есть мы выбираем, как правило, вот, например, в этот раз мы что будем делать? Скорее всего, каждый из нас предложит три товара. Мы их презентуем, мы расскажем, почему да и как. Ну, я примерно говорю, три товара. Выберем, естественно, из них, скорее всего, от одного до трех. Все зависит от нашего бюджета, от всяких моментов, и насколько они крутые, насколько они интересны. Это в реальном времени, не в записи мы потом покажем, а вот сейчас выбрали, провели переговоры. Да, и этот выбор, еще мы подключим всех, кто участвует в этом созвонке, то есть каждый может дать свое мнение, и мы будем смотреть, может на самом деле эти мнения будут толковыми. Конечно, конечно. У нас есть люди из Китая, которые нам проверку делают, у нас люди есть в Америке, которые могут его проверить, то есть много-много людей, с которыми мы работали, с которыми мы там обучали, их теперь там друзья, или уже с некоторыми, я уже партнер, вот, так что работаем, двигаемся, и то, что товар, запуск товара параллельно с курсом, то есть те, которые сейчас зайдут, они увидят это в реальном времени, а потом, когда они запустят свой товар, они также будут параллельно, мы будем запускать товар, и они будут видеть, как его запускать, какой результат у него, как и у нас. Те люди, которые придут позже, как вот в этом году, они просто будут все в записи смотреть, чуть-чуть на, то есть у них будет другой кайф, когда ты только начинаешь и смотришь вперед, какая была история уже, ну, сейчас у одного товара есть, целый год истории, а сейчас вот следующая партия товаров, которые мы будем запускать, ну, это опять март, апрель, май, потому что февраль начнем выбирать, пока тут все раскачаемся, соответственно, закончится китайский новый год, ну, вот, март, месяц, а там уж как получится. Так. Я думаю, можно к вопросам переходить. Если, конечно... Вот, то есть, один вопрос, что это ОА и дроп и... Хороший вопрос. Ответьте же. Да, да, я здесь. Там вот просят повторить условия еще. Условия какие? Условия по обучению иметь в виду? Да, верно. Так, условия по обучению. Я, в принципе, скину в лайвовскую вот эту часть. Сейчас я только что, она у меня под рукой была. На данный момент до 1 февраля за 3 месяца полторы тысячи долларов. Вот. После 1 февраля, то есть, с февраля месяца будет 2 тысячи долларов. Ну, в принципе, так и будем двигаться. В прошлом году у нас обучение с 300 долларов поднялось до 3 тысяч. В конечном, то есть, вот в декабре у нас последние люди приходили по 3 тысячи. Вот. То есть, все меняется, цена растет, знания, конечно, растут тоже, но больше растет ценность времени, потому что мы просто не справляемся. Вот. Из-за этого сейчас на данный момент тот формат, который есть, самый дешевый, самый такой оптимальный вариант. Почему мы в феврале запускаем? Потому что я считаю, февраль самое правильное время для запуска товаров. Для того, чтобы выбрать было время, для того, чтобы запустить. Вообще, в идеале, мне кажется, я, конечно, не знаю, у меня будет опыт, потому что я кучу товаров везу, надеюсь, до февраля я успею, но и буду их до конца января и буду в феврале их запускать, потому что я считаю, к концу февраля будет много гаутов сток, по-любому. Не может быть такого, что все так у всех товаров хватит. Хотя и у меня, в принципе, может тоже кончиться, хоть я по многу покупаю, но все бывает, может попрет. Вот. Тут еще хороший один из момент по поводу вот именно почему февраль, февраль-март, потому что, во-первых, китайский Новый год достаточно длительный, кто-то не успел заказать товар. И второй момент, очень много будет отгрузок, когда китайцы выйдут с Нового года, тоже, соответственно, будет ажиотаж. Ну да, да, я и за это говорю. И плюс, обычно весна, вот март-апрель, тоже спад, там налоги, там они отчетность подают, доплачивают, и там тоже вот такой чисто технический спад происходит на вообще, в принципе, гликомерс. И получается, что в это время удобнее всего входить, минимальным количеством раздач, опять же, быстрее всего можно продвинуться в топ, ну, по той же причине и в конце лета тоже удобный. Ну, да, ну, я из-за этого говорю, то есть, вот два оптимальных запуска, потому что для меня, как я себе это вижу, торговля на Амазоне, основные два сезона, это лето и зима. Это два, межсезонья, октябрь и апрель оптимальный выбор товара, потому что самые спокойные продажи, самые уравновешенные между зимой и летом. Вот, но это вот мое субъективное мнение. Это не значит, что мы сейчас должны исключительно брать летние товары. Еще раз говорю, можно рассматривать абсолютно всю линейку, всю линейку, потому что большое количество товаров, они универсальны. То есть, пока мы их раскачаем, как раз к Новому году и подойдем. Вот, так что в этом отношении. Ну, тот год просто вот ровно год прошел, мы подытожили, приняли решение поменять формат, скорректировать его, улучшить, убрать, убрать лишнее, убрать балаган, потому что когда очень много, много, много таких вот неструктурированных вещей, получается, конечно, в итоге чаще всего балаган. Вот, а здесь вот именно пытаемся структурировать, чтобы было четко, но без потери качества. Вот, я думаю, мы с этим спокойно справимся, опыта достаточно. все для этого есть, возможности все есть, база есть, и в прошлом году мы это начинали практически с закрытыми глазами, вот, и то набрали достаточно много людей, я надеюсь, многим помогли, так что двигаемся дальше. Теперь вопросы давайте. Я, в принципе, скинул в Facebook, вот, где у нас идет сейчас live, скинул расценки, там, что конкретно интересует, потому что там разные подгруппы, группы, у нас еще, я видосы особо не рассказывал про вот эти вот группы поддержки, кому интересно по поводу группы поддержек, напишите мне в личку, посмотрим, сколько людей наберем, если это интересно, можно в принципе тоже запустить проект, это у нас не основное, вот честно, группы поддержки, это самый дешевый, наверное, вход в сообщество, который мы создаем постепенно, и вот была цель такая, создать массовость, увеличить количество людей, потому что еще раз повторяю, группа большая, информации много, рекламы много, спама много, неадекватов много, и так далее, и так далее, то есть это чуть-чуть разное, как холодное удержание, аудитория, горячая аудитория, то есть мне кажется, вот в таком, в таком виде я себе на данный момент рассматриваю вот эти все вещи, так, ссылку на Zoom, сейчас еще раз кому-то, так, так, меня слышно? да, 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 давайте там, какие вопросы есть? тут я спрашиваю, тут созвон по воскресеньям, насколько, 21.00 по Москве, ну, в любом случае, может быть, его будем корректировать, вообще, идеальное было время, это суббота с утра, помнишь, Денис, как мы с удовольствием, сядешь, чаю попьешь, ну, ну, учитывая то, что некоторые ребята, там, в Штатах, например, находятся, или в Канаде, да, соответственно, вот, ну, по времени это надо смотреть, на данный момент, опять же, опять же, там, Казахстан, если, да, поближе туда, там, дальняя регионная Россия, там, ну, временной поезд такой, что лучшее утром, по ситуации, по ситуации будем смотреть, сейчас на данный момент загадывать, думаю, не будем, вот, время всегда, можно скорее. Включи будут записи, поэтому, главное, чтобы достаточное количество приходило, чем больше людей приходит, тем больше вопросов рассматривается, потому что всегда возникают какие-то нюансы, вот, какие-то моменты, скажем, про которые забыли спросить, либо, бывает иногда люди не спросили просто потому, что не хватило знаний еще, то есть еще не знали, что, в принципе, такое бывает, вот, в этом и удобно, когда большое количество людей, плюс есть практики, и всегда всплывают какие-то, какие-то моменты, один из моментов, вот сегодня буквально обсуждали, все обсуждают тот факт, что Amazon поднимает с 22 февраля FBFI, да, по многим товарам, и теперь они уже не будут дважды в год, а теперь они уже будут одни на весь год, но опять же, бабка на двое сказала, сегодня Amazon так решила, завтра вообще... Еще прибавить, скажешь, ничего маловато, маловато, но мало кто обратил внимание на тот факт, что Amazon, помимо этого, изменил еще расчет объемного веса, то есть если он раньше делил на 166 объемный вес, теперь он делит на 139, то есть автоматом всех товаров станут больше по объему, и, соответственно, если в некоторых категориях, например, Standard Size, если объемный вес превышает 1 фунт, то будут уже считать по объемному фунту, то есть автоматом еще могут добавиться комиссии, ну, касается, любых там объемных товаров, мы не берем малюсенькие, да, вот как любят люди большие достаточно товары, запустить, там какую-нибудь сумочку, какой-нибудь там, кошелечек, там что-нибудь там, игрушку, комплюшку, вот такое крупное, и все, и пожалуйста, сразу же вам добавится комиссионных просто за счет объемного веса, а это лишний доллар-два, и это может похоронить там вашу маршру. Поэтому такие нюансы, они постоянно возникают, постоянно держат. Кто-то их заметил, кто-то не заметил. есть еще такой момент, как бы, есть люди очень талантливые бизнесмены, у них все, ну, очень хорошо получается выбирать товары, и, как бы, хорошо получается все организовать, но есть люди, которым лень просто читать вот эту рутину, мелочи, вот эти вот нюансы, правила, какие-то вот, вникать во все... Не знаю, насколько я талантливый продавец, но вникать точно, это как раз вторая часть точно про меня. Ну, вот я говорю, что, а когда есть сообщество, когда есть ребята, вот у меня, например, люблю докапываться до таких всяких мелочей, как бы, да, до нюансов, вот, вот, на это мы тоже в том числе обращаем внимание. Да, это очень полезно, потому что надо знать, где что спросить. Это как мы, зачем высшее образование получаем, для того, чтобы знать, в какой книжке прочитать. даже из общения абсолютно разный темперамент. Абсолютно три разных продавца, что вот я, Женя, что ты, абсолютно не похожи, то есть кардинально разный подход, вообще в принципе в выборе товара, в продвижении, и все. В этом апреле что-то есть возможность дополнить. Ну да. Так, дальше по вопросам. Дальше по вопросам. Дорогой товар не хотели запускать. Ну, тут вопрос. То есть, если это мы будем выбирать, а если попадется какой-то дорогой товар, и он будет интересен, и мы все плюсы и минусы известны, то почему нет? Есть разница или запустить 3000 дешевого или там 500 дорогого. То есть, тут все одно и то же. Мы просто определим бюджет, в который мы готовы войти. Ну, вот я могу сказать пример. Пример для меня любого, например, там, запуска товара. Маржа для меня конечный, самый главный показатель, помимо того, сколько я буду зарабатывать, это еще показатель для меня именно конкуренции в нише, потому что, если там уже денег нет, значит, там или все супер оптимизировано, или идет жесткий демпинг. Мне не тот вариант не подходит, не тот. Мне это не интересно. Соответственно, если я покупаю товары 1-2 доллара с доставкой 3 доллара, меня устраивает, например, там, 10, 15, 20 долларов, ну, то есть, 1 доллар за 10 могу продавать, за 2 доллара могу продавать за 15, за 3 доллара могу продавать за 20, ну, то есть, в таком диапазоне, когда я чистый доход мой от вложенных денег, я буду получать 200-300 процентов. Это меня вполне устраивает. Соответственно, если я буду абсолютно такие же товары покупать за 10, за 20, за 30 долларов и буду зарабатывать 100, 150, 200, я их продавать буду, да я вообще вот просто с удовольствием. На данный момент, как ни странно, всегда разговоры о том, что дорогой товар ниже конкуренции, дорогой товар выше маржа, там, туда, я ни разу не нашел. Почему-то на дорогих товарах маржи нет. Конкуренции там далеко не всегда меньше, но маржа там очень специфическая, то есть, это уже начинается не в процентах ты считать, а начинаешь, я заработаю с товара 50 долларов. То есть, вложил 20-ку, сработал 30-ку. Ну, извините, это минус фи, минус сюда-сюда, получилось в 20-ке заработал 10. Но, меня это вот на данный момент неинтересно, но повышает более дорогими товарами торговать, это, да, приятно, хорошо. Ты тратишь меньше времени, там меньше грязи, там есть своя специфика. Вот, из-за этого меня абсолютно не пугает. То есть, я, вот, если вслушаться, что я говорю, то есть, это первый для меня показатель, это емкость ниши, стоимость товара, то есть, это бюджет, который надо ввалить. То есть, это, если товары, предположим, в закупке, там, 50 баксов, и я везу, я смотрю в нише продаж, например, ну, там, 30 в среднем, топовый продается, продает 100, я, соответственно, понимаю, а производят мой товар, например, две недели. Две недели, плюс, скорее всего, две недели, пока привезут, пока туда-сюда, это, соответственно, 30 дней. 30 дней я умножаю на 50, ну, средний вариант, не 30, не 100, 50, хотя бы, это нормально. 30 я умножаю на 50, это полторы тысячи, соответственно, должен быть двойной запас. Пока делать будут один товар, а другой, соответственно, у меня будет, то есть, мне надо 3000, 3000 на 500, на 50 долларов, это у нас получается, сколько? Нормально, это получается 150 тысяч долларов. Если, неграмотные люди, которые не могут вообще посчитать, элементарную логистику, элементарную нишу, ну, вот нам в голову вбили, вот эти там цифры, две, три тысячи, пять тысяч, еще мы, вот, и за это из них исходишь, значит, надо за доллар товар вести. Когда ко мне люди приходят, у них товар на 15 тысяч, и я им говорю, если бы мы нормально его запустили, ты бы его продал за там 15 дней, а что дальше? Опять рестарт, опять ничего, а в этих дорогих товарах на оценке бывает мало. Соответственно, опять человек минуса уходит, то есть, он может зарабатывать только при оптимальном условии, минимальном там, окосе, и хорошей органики, то есть, на бюджет, на постоянное продвижение у него нет. А если аутовстоки, соответственно, будут проблемы. И моменты вот эти, связанные с выбором товара и все остальное, это чистая математика, она элементарно высчитывается. Это надо просто знать. Емкость ниши примерно и срок производства. Все. И запланированный ваш объем продаж. То есть, это обычно мини-бизнес-план, на который должны рассчитывать. И если вам говорят, что вот сегодня только человеком переписывался, он говорит, я хочу попробовать там товар, просто его запустить там с минимальными эльцами и все остальное. Просто уже не получится нормально. Риски, чем более качественно ты бы дошел, с большими остатками товарными, с более низкой ценой, шансов запуститься намного больше. И я на вот этой самой, вот этой линии, так скажем, сколько времени мы продавали товары, аутостоки мне вышли гораздо дороже, чем чем то, чтобы если бы я, например, ошибся в нишах каких-то. Они, из-за этого стратегия постоянно меняю, высматриваю, что мне нравится. Но у всех свой опыт, вот, у всех свои конкуренции, свои конкуренты, все работают по-разному. Так что двигаемся в этом направлении. И бессмысленно особо спрашивать, какой нужен стартовый бюджет для товара. Все за для бизнеса намазывания. Я считаю, 5-10 тысяч достаточно, но при одном условии будете торговать, скорее всего, супер дешевым, простым товаром. Вот и все. Ну, еще тут же немаловажный момент, опять же, по дорогому товару. Как правило, дорогой товар, значит, он технологически более сложный, то есть там больше наворотов, соответственно, он сложнее в производстве, больше брака, дольше производится, тщательная инспекция, опять же, дольше производится. Больше денег. Возможно, там есть какие-то нюансы, да. Это, соответственно, больше срок оборачивания капитала, вот, и, по сути, вы вкладываете там, ну, к примеру, те же деньги, да, чем если бы вы вложили в три, например, там, дешевых товара, а срок оборачиваемости, срок оборачиваемости, этих средств будет гораздо выше. То есть иногда бывает там месяц производства, приходится морем доставлять, потому что объемный вес или там, например, аккумулятор, еще какие-то моменты. Соответственно, вы месяц доставляете, плюс еще форс-мажор какой-нибудь, спой там, там, таможня зависла, и у вас получается, что как минимум, нужно иметь на два, на два с половиной месяца запаса. То есть еще вы ухудшаете свои показатели на вход. Сложно, сложно, я за это говорю, вот эта математика, очень многие ее умалчивают, заведомо, умышленно, чтобы человека завлечь, такая завлекуха. Вот, и почему проблема вот с этими выбранными товарами возникает, из-за того, что, ну, легким путем идут. Хотя на самом деле, вот я реально, практически два года назад, когда я стартовал, был один товар супер популярный, просто супер популярный. Мы по купонам, помню, раздавали, там куча бестселлеров в этой нише было, и туда было идти вообще бессмысленно, ну, просто там, караул, там, китайцы, как блютуз наушники, наверное, сейчас, я не знаю, там, айфон чехлы уже, наверное, давно сдохли, туда вообще влазить, я не знаю, блютуз наушники, не знаю, как там с ними, но думаю, ничего хорошего. Сейчас, что будет с вайрлэс, с зарядками тоже, не знаю, потому что айфон до сих пор не может сделать, а все-таки спрос есть, естественно. Вот, но смысл в том, что вот эта ниша, полгода, там, три месяца назад мы ее запустили, перезапустили, она отлично зашла. Нормально, там, 50 продаж, товар там, не помню, 30-40-50 долларов, там, вот, отлично зашел, потому что ниши, они сами себя, как земля, самоочищая себе организм, то есть она сама себя очищает, то есть конкуренты со временем съедают друг друга, оттуда выходят, бросают, распродают, и все, и остаются сильнейшие, и просто идет спокойная торговля. И те люди, которые вновь пришедшие, они не знают, что за заруба была два года назад в этих нишах. Ну, тут, да, тут далеко ходить не надо, можно посмотреть гарлики пресса, я думаю, что можно найти новых нескольких листингов, которые недавно запустились, в принципе, ненормально продаются. Точилки для ножей. Я скажу, что в таких нишах, конечно, вы не найдете, например, там десятки новых продавцов, которые будут успешны. Там будет действительно продавец, который туда идет осознанно, который подготовленный, который действительно выбрал, это не просто так, а он понял, что есть действительно там потенциал, вот он будет успешен. А конечно, есть продавцы, которые наобум это делают. И повезло, и повезло. Очередные курсы, посмотрев очередные курсы, очень часто там сняли видос про наколенники, раз всем наколенники пошли, там сняли видос, раз всем. Извиняюсь, у нас вопрос, вопрос. Давай. Да. Вот мы созрели на курс за полторы тысячи, не совсем. Понятно, механика обучения, как мы вообще собираться, как это все будет, поподробнее можно как-то? Ну, давайте поподробнее, это даем блок первых видосов, человек смотрит, я не считаю нужным каждой неделе выдавать по одному там заданию, видосу и так далее. Вот, дается, то есть сейчас на данный момент, как у нас был это обучение, то есть я даю первый блок по конкретно выбору товара, даю, соответственно, туда жирные ниши, таблицу, и раз в неделю мы консультируем, то есть человек там созванивается, какие вопросы и так далее, то есть подбираем товары. Мы созваниваемся два раза в неделю, это на общем собрании и на индивидуальном, вот, и есть видосы, которые просто человек посмотрел, там ничего такого, то есть там чисто технические видосы, которые дают ответы на основные вопросы, которые повторяются многократно. Все, все максимально просто. Ну, видео, видео там сухая информация, вот именно чисто технически, от момента, как там зарегистрировали аккаунт, выбрали товар, завезли его на рынок, завезли на Amazon, создали листинг и сделали запуск, принимали EPC. А уже нюансы, какие-то технические вот эти вот пишки, сложности какие-то, опять же, всякие спорные моменты, вот это вот, что-то непонятно, человек посмотрел блок-видео, например, и не разобрался, да, там, не совсем понял. Набрал, набрал вопросов, набрал вопросов, и пошло, потому что поначалу будут технические. Вопросы индивидуальные, касающиеся там, грубо говоря, товара, да, особенности, понятно, это индивидуальный момент. Если это общие вопросы, которые нужно обучить, раз видосы, которые не поняли, а по поводу, например, вы выбрали 50 товаров, 50 товаров выбрали, сели, и в онлайн сидим и обсуждаем, передаем информацию, плюсы, минусы, передаем технологию, почему это хорошее, почему плохое, и какими, ну, естественно, программы, какие надо, и все остальное, мы, естественно, дадим. То есть, каким программами, как пользуемся, какая логика, то есть, вот в этом весь смысл, то есть, все индивидуально в этом отношении. А время вот индивидуальных созвонов, как у нас все будет? Ну, просто запланируем, наверное, договариваться будем, да и все, потому что мы еще это не делаем, наверное, таблицу заведем, таблицу просто по расписанию раскидали, чтобы запланировать, да и все, я думаю, это самый оптимальный вариант будет. Ну, да, в личке договариваемся, какое время удобно, согласовываем время. Ну, я думаю, даже, наверное, централизованную Google таблицу заведем, просто расписание. Я так понимаю, наверное, вопрос больше по продолжительности именно, да? продолжительность в любом случае, как минимум час, но закрывать надо все вопросы, да и все, по большому счету. Я думаю, я не знаю, больше часа у меня ни разу в жизни не было, чтобы закрыть все вопросы, потому что надо выстраивать именно, чтобы на собрании было... Потому что основные моменты будут рассказываться непосредственно, ну, говорю, на видео стандартные, а тут будут нюансы, то есть как бы даже я, исходя из опыта своих консультаций, у меня там по всей оптимизации самый сложный, самый длинный вопрос, это полностью с нуля, все как бы, да, человеку, который, в принципе, всей оптимизации не понимал до этого момента вообще ничего, в принципе, у него ходило максимум два часа, но это со сбором прям вот, прям за руку, там, слово за словом. Вот, а если человек, в принципе, получил какую-то базу, да, видео, то у него может быть просто быть какие-то, ну, пару таких, ну, моментов, как бы, неясности, которые иногда 15-20 минут достаточно, человек одной фразы достаточно, чтобы он понял. Короче, на общем собрании без ограничений по времени вообще, то есть пока не закрыли вот все вопросы, но у нас всегда так. Вот, на индивидуальных это, в среднем это час, примерно час, нет такого, что там, все, я побежал, но в любом случае надо планировать именно вопросы, касающиеся конкретно ваших аккаунтов, лестинга, и все остальное. Все остальное на общем собрании закрываем, да и все, чтобы просто не повторять одно и то же многократно. Ну, все, понятно, спасибо большое. Вот, по поводу лестинга, когда человек писать, это будет с отдельным человеком, кто у нас занимается лестингом. Да, естественно, если какие-то будут вопросы, мы тоже подскажем, но это отдельный человек будет заниматься с вами, то есть, он будет давать задания и направлять. Ну, и потом, естественно, перепроверять. Кроме, кроме английской речи, но это надо будет просто уже этих самых неативов там найти, которые просто нам перепроверят. Денис, а по срокам когда примерно вот это все начнется? Ну, мы планируем это первая половина февраля, то есть, начинать, ну, оптимально это вот, я не знаю, там, 10-го, 15-го, 1-го. Сейчас посмотрим, мы сейчас дописываем видео, вот, в принципе, я думаю, к первому февраля, ребята, у вас готовы будете? Я думаю. Ну, в принципе, к первому февраля будет готово, то есть, я думаю, в начале февраля мы это все запустим, то есть, никаких... Ну, там как раз китайцы уже свои эти праздники уже как раз обвеляют к моменту, чтобы запуск... Не, не, 1-го февраля-то они только начнут, начнут. не, я не первый, то есть, люди, когда немножко посмотрят видео, разберутся. ну, да, да, конечно. Китайцы выйдут из отпусков, и можно уже будет с ними общаться, а так, ну, если, например, даже сейчас, например, проходить вот эти все моменты, а потом начать переговоры, они как раз выйдут все. Да, да, я тоже, в этом есть и смысл, чтобы хотя бы пару недель, потому что по опыту, что сейчас было, я давал, соответственно, программы, я давал, соответственно, таблицу ниш, чтобы не лазить по Амазону, не тратить вот эти там целый месяц на то, чтобы просто тупо искать, вы просто экономите месяц на то, что вам сразу удается, эта таблица, только там не 50 товаров, а почти 1000, плюс есть статистика, связанная с, ну, то есть мы же можем смотреть, что будет через несколько месяцев по Google тренду, и все, есть еще у нас и в BattleKit, но я ни разу не слышал, что кто-то покупал вот этот полный пакет, Никита за 250 долларов, по-моему, покупал, но там не было вот этой статистики амазоновской, то есть мы не можем, сейчас мы хотим Garlic Press'ом торговать, но мы реально будем торговать в начале апреля, и мы не знаем, как он будет продаваться в апреле и в мае по факту, а в этой таблице есть, вот, то есть человек как раз посмотрел, и он спланировал, нет, мне такой тренд не интересен, мне не интересен, что он поднимается, опускается там и так далее, или такие средние продажи, вот, и за это пока человек, он эту таблицу пока поковыряет, пока видосы посмотрит, мы дадим доступ до видосов, которые мы за этот год написали, то есть, ну я не знаю там, первые две недели это просто зашиться и обсмотреться, ну супер, которые активны, это у меня человек неделю целую там почти смотрит, и вот после первой недели начинает какие-то активные действия, то есть, например, я сразу говорю, отбери там хоть 10 товаров, любые хоть пальцем ткни, вот, или которые тебе нравятся, или которые ты уже до этого смотрел, и мы будем с тобой прорабатывать, ты в принципе, после, я не знаю там, 10 товара поймешь мою абсолютную логику, в следующий раз с Денисом логику посмотришь, в следующий раз с Женей посмотришь, что мы выбрали, что там выбрали, потому что я отсеиваю достаточно жестко, потому что принцип моего отсеева, это не тратить время на Китай, то есть, первый отсев, это те товары, которые в принципе, на мой взгляд, не подходят, то есть, просто мы потратим переговоры лишнее время, там тут же неделю лишнее, зачем, не вижу в этом смысла, мы это откидываем, когда мы отсеиваем первый, так скажем, фильтр прошел, то есть, это те товары, которые можно попробовать, поискать производители в Китае, большой опыт говорит о чем, о том, что многие люди, одни и те же товары, к сожалению, одни находят производителя достойного, и по цене, и по качеству, другие не находят, я сам в такой ситуации был, два моих товара, которые я посоветовал своим ученикам, сначала своему партнеру, он не нашел, может быть, не сильно искал, может быть, не повезло, может быть, как, но не нашли мы их, и мы запустили товары неудачные с ним, в конечном итоге, один из, вот, а ребята, воспользуясь моей подсказкой, взяли эти товары и нормально их запустили, и сейчас одним из них мы также объединяемся и будем запускать большой проект, именно в этой же торговой нише, которую я ему на начальном этапе посоветовал, так что настолько все вот это вот... сейчас еще хороший положительный момент будет то, что не забывайте, сейчас кантонская ярмарка весной будет, и многие производители будут готовить какие-то новые тренды, возможно, будут зарождаться, презентуют много новых интересных товаров, как вот там со спиннерами было, со всякими вот этими хайповыми товарами, как там ножики для резки арбуза, сейчас зарождаются тренды тоже, сейчас китайцы будут проводить какие-то новинки, какие-то новые идеи. Ну все, вот эти полгода, полгода они как раз и пойдут, потому что те же спиннеры, Никита, насколько я помню, он мне о них уже в январе все уши прожужжал, расчески для бороды в декабре в конце, спонжи в конце декабря, то есть сколько мы в прошлом году трендовых товаров, я с этими очками для затмения в персе, там анголайзеры, там что только не было. И реально это вот все, вот это вот первый квартал, это вот, даже не первый квартал, наверное, активно действительно, это март-апрель, то есть вот март-апрель, самые-самые-самые супер жирные вот эти новинки, они как бы будут выходить постоянно. Естественно, на кантон придет, они не с кантона начнут это все качать, они вот сейчас все это начинают. Да? Да, да. Боль, Денис, хороший вопрос. Для тебя я вижу, как... Где ты их видишь? Вопросы, я вообще вопрос не вижу. В чате. В зуме, в чате. Даете ли вы какие-то гарантии после обучения, что запустил товар, все пойдет по плану и можно будет заработать? Нет, конечно. Я лично... Вообще, я не знаю такого бизнеса, где можно вложить, это, наверное, бизнес на диване только, на ютюбе, где или там вот сейчас фейсбук-групп там полно, где аватар у человека какой-нибудь про Амазон, вот, он принимает заявки на какие-нибудь услуги, вот, рассказывает там какие-то миллионы отзывов у него, и он не знает, как его звать, вот, и вот они такие вот, наверное, гарантии могут дать. Я даже в это, это даже не серьезно, мне кажется, это вопрос с подвохом должен быть, потому что серьезные люди не могут такие вопросы задавать. Это не серьезно, потому что как можно это гарантировать? Я не могу, я каждый товар свой лично запускаю, лично свой товар запускаю, каждый раз переживаю. Каждый раз это нервы, это куча потраченного времени, сил, и потом ты, как, я не знаю, там, кросс какой-нибудь, там, какую-то физическую нагрузку провел, и у тебя получилось или не получилось, у тебя состояние такое вот непонятное, ну, то есть, а так это драйв, это кайф. Мы даем технологию, я вам гарантирую, что вы точно будете понимать, ну, по крайней мере, я не знаю, опять же, кого мы прогнали, они должны, наверное, это более корректно будет, но мы даем технологию, чтобы понимать вообще, что... Я не даем только то, что будет весело и интересно. Ну, весело не знаю, твои видео, помнишь, когда народ говорил, я спички, говорят, вставляю, говорят, Женя, смотри, я засыпаю. Вот. Вот. Так что не знаю, как весело, но по факту, по факту, это технология. Обучаться можно только технология. Мы сюда не приходим, бизнес под ключ, вот разговор был о бизнесе под ключ, бизнес под ключ существует только один. Это когда вы покупаете готовый аккаунт, у которого есть история, есть куча сопроводительных документов, есть там, скорее всего, торговые марки, патенты и все остальное, этот цикл хотя бы один-два года, один это супер риск, два это рисково, хотя бы три года. Вот. Есть какая-то фундаментальная какая-то вещь в этом товаре, что там он не может обновиться или там постоянно обновляется, и он приносит стабильный доход. И вы за это платите деньги, то есть там, трехкратный оборот этого аккаунта, двухкратный, насколько вам интересно, или насколько вы понимаете, как развить этот товар можно. Ну, то есть вот это бизнес под ключ. Все остальное – это чистый обман. я прямо вот в цвет говорю, это чистый обман. Все бизнесы под ключ. Вот я хотел сказать… Это лоходрон, е-мое, все. Да, Денис, вот смотри, как бы, ну вот, у кого реально там нет времени, как начинается, да, там хочет действительно там бизнес под ключ, или там нет способностей, не хочет заниматься, как минимум нормальный вариант – пройти обучение, понять, как этот механизм работает, чтобы хотя бы даже оценить, вот, например, выступить как инвестор. То есть вы находите продавца. Есть много продавцов толковых, которые хорошо продают, не хватает инвестиций. Вы находите продавца, соответственно, вы с ним общаетесь, да, он вам показывает свой товар, показывает, как он работает, показывает, что у него там происходит с аккаунтом, какие движения, вот действительно, что там так и так, вот у него не хватает оборотов, например, да, вы это можете, в принципе, здорово оценить, и вы можете инвестировать, опять же говорится, с ним на условиях определенных, да, Денис я знаю, там, с несколькими людьми сейчас вот запартнерился, то есть они одновременно ведут там несколько товаров, несколько аккаунтов. То есть точно так же, как бы, всегда есть возможность скооперироваться с кем-то, то есть у вас не хватает опыта, там, знаний, у кого-то хватает, но у вас есть деньги, у кого-то наоборот, кто-то у вас там рядом сосед. Из-за этого в нашем сообществе как раз они объединяются, уже многие объединились, на самом деле. Конечно, конечно, с партнером намного всегда эффективнее работать, получается, потому что кто-то закрывает финансовую сторону, кто-то закрывает там английский язык, хорошо знает там, customer service, кто-то закрывает чисто технический, там, SEO-шник или программист, еще там какой-то, да, например, опыт имел, там, сайты, соцсети, там, например, имел опыт какой-то. Пожалуйста, это очень удачный символ получается. Иногда одному невозможно закрыть все-все-все-все абсолютно вопросы. В любом случае приходится давать либо на аутсорс какие-то этапы, либо, говоря, с кем-то партнериться. Еще есть вот это решение вопроса, потому что у меня постоянно ко мне с этим обращается, мы уже одного человека поработали так, сегодня ко мне обратился еще двое по этой тематике. У меня есть человек, который я дам в помощники, и он спокойно, спокойно с вами может там работать, именно у вас в помощниках, закрывать все эти вопросы, рутины и так далее. Как раз именно экономия времени с полным отчетом, что сделал, как сделал, когда сделал, почему сделал. То есть не надо там бегать, искать кого-то внедрять. Это человек уже на Амазоне торгует, у него недостаточно собственных средств, он на нем торгует. Вот. То есть это тоже нормальный вариант. Можно других таких же ребят найти, я не знаю. Но, то есть если надо будет, у меня есть человек, которого я уверен и всегда его посоветую, так что никаких проблем в этом отношении нет. Так что обращайтесь, если надо будет. Такая просто, мы не занимаемся всякими вещами, мы консультируем, мы консультанты, мы не можем, если мы будем за вас еще это делать, мы сразу зашьемся. То есть я сразу отошел от этого, мне многие предлагали. Вот. Пока на данный момент таких серьезных, таких прям глобальных проектов не было. В принципе, наша вот эта команда по обучению мы с удовольствием и в крупных проектах участвовать будем. Просто постепенно все это идет. В принципе, есть предложения, поэтому общаемся. Но это в основном производители. Это производители, которым надо вывести собственную линейку товаров на внешний рынок. Вот. Мы как бы и развиваем различные инструменты, в первую очередь белые инструменты, чтобы вот эти как раз товары выводить. Но индивидуально просто кого-то везти, это будет просто неэффективно и дорого. Вот. Смысла в этом нет никакого. Потому что одно дело у компании там 100 СКЮ ему надо выводить, он готов заплатить в месяц там, я не знаю там, за много чего там. Вот. А другое дело, один человек, который даже запускает там один-два товара, неэффективно. Вот. Из-за этого есть люди, которым я доверяю, которых могу, в принципе, отправить, не проблема. Ну, то есть, в принципе, эту нишу даже уже как бы она закрыта. Но это не бизнес под ключ. Это просто помощник, который может переговоры в Китае провести. Он знает, куда образцы отправить. Он знает всю подноготную. То есть, если что, я ему помогу, грубо говоря. Но в любом случае, мы этим занимаемся, не везде проблем в этом нет. Основная цель курса это научить вас торговать, а не, что мы будем работать за вас. За вас мы товар не найдем, за вас мы с китайцами переговоры где-то не будем. Мы можем научить вас это делать, так, как это делаем мы для себя. А вы это можете сделать все лучше спокойно. Я же говорю, мы товары не смогли найти производителя, а человек, потому что мы много товаров ведем, у нас нет времени, например, потратить месяц на переговоры или там сидеть там и долбить его. То есть, мы там бам-бам-бам-бам-бам-бам, все, нет, по шапкам прошли, все, письма не пришли, нет, все, перескочили на следующий товар, на следующий товар, потому что подход уже совсем другой. То есть, это конвейер, простой конвейер. Я вот на днях разговаривал с человеком, он уже выстраивает конвейер новых товаров. То есть, запускать товар уже с патентами, запускать через Kickstarter. То есть, я говорю, ну там же креатив надо применять. Он говорит, да какой креатив? Там несколько изменений сделал технических, уже можно запатентовать, товар классно продается, мы знаем, как его преподнести, у нас есть сильный маркетинг, у нас, а Amazon просто канал сбыта. То есть, мы продаем через eBay, через Walmart, через Amazon, через там Shopify, грубо говоря, то есть, мы все каналы основные будем закрывать. Хоть там и Amazon, там 80% товарных запросов в Америке. Все равно есть другие каналы сбыта, и народ как-то работает же. Amazon, если бы такая система была, тогда бы, ну, было бы совсем все по-другому, потому что продукты и одежду через интернет покупают намного хуже, чем оффлайн. Даже сравнить нечего, особенно одежду, ой, это еду. Ну вот, с одеждой еще хоть как-то можно, там, мебель, одежду, там, какие-то 3D, там, всякие программы делают, но еду через интернет заказывать не очень удобно, пока народ еще не привыкает. что там с вопросами группа, Расскажи, группу за 200. Ну, группу за 200, еще раз говорю, группа за 200, там все просто, это поддержка, отвечаем на вопросы в писанном режиме, и есть еженедельный созвон. Группу вошли, навсегда в наше сообщество, то есть, это вот такой мини-отсев, мне некоторые люди пишут просто мне вообще группа не нужна, поддержка не нужна я просто туда хочу с вами там как бы не то что там тусоваться а работать вот эти все моменты я говорю, ну, наверное, это вот минимальный такой отсев, который я вот придумал, я не знаю, там 10 долларов я не могу поставить, просто в нем смысла нет вот, все что можно, ну, вот так такого рода, я не знаю может быть, какой-то другой формат придумать это то же самое, что по дропу, что по привату там по дропу просто другие специалисты, которые тоже могут спокойно помочь, тоже опять же, пишите Ане в личку она как бы записывает, мы просто смотрим, насколько будет спрос, я по этим по 200 долларов сделал отдельный лайв, мы еще раз как бы расскажем, сегодня лайв основной, это вот наш как бы основной продукт, которым мы занимаемся, вот, а группа поддержки это именно тем людям, которым надо вот как раз быть в курсе это наш скайпчат участие в нем, созвоны ежедневная там, переписка там, я не знаю, минусовка ну и все вот в этом роде и и месяц, ну там, то есть ежемесячно вот эти 200 долларов ну, многим достаточно одного месяца получать консультации конкретно вот от людей которые занимаются Амазоном и еще есть спецы, которые вот реально ко мне некоторый человек обращался напишите пожалуйста в личку кто реально очень долго на Амазоне торгует они реально готовы делиться потому что мы таких тоже приглашаем с удовольствием естественно мы с вас денег брать не будем если вы будете активно участие потому что приятно поговорить с опытными людьми особенно периодически такие айсберги в океане всплывают, которые там 5-7 лет торгуют на Амазоне это вообще, мне кажется, кладезь просто потому что это очень интересно я понимаю, что можно и 7 лет торговать и торговать на 100 тысяч долларов вот но неважно все равно есть опыт и интересно пообщаться однозначно нам это интересно и мы в это сообщество таких людей приглашаем потому что здесь должна быть взаимовыгода, так скажем чтобы новички брали информацию у старичков и начало так же с февраля где-то середина, да? да, ну сейчас там начинать нечего там видео не надо писать мы в любой момент можем набрать просто как наберем хотя бы там я не знаю там 10 человек чтобы люди получали получили зарплату так скажем заработали на этом им было именно было целесообразно отвечать на эти вопросы в этом формате ну просто сами поймите вот ну опять же давайте собираться тогда напишем туда Аня напишите посмотрим что там будете просто на это да Аня напишет пост по этим 200 долларов отдельно и будет соответственно у кого желание милости просим так скажем никаких проблем не видим следующие вопросы я скажу немножко там по сути еще вот эта группа там ну и стал вопрос вот именно вот этой группе которая групп поддержки так сказать ну так сказать вот эта группа сейчас Amazon Live 15 тысяч человек все-таки это достаточно серьезная большая группа и нужно ее фильтровать потому как одновременно присутствуют в группе и совсем новички ребята которые в принципе совсем опыта нет много вопросов иногда ленятся иногда там просто два слова написать чтобы в поиске обсуждалась ли данная тема оказывается там 30 раз уже поднимался этот вопрос и понятно люди которые действительно уже что-то понимают но им не хватает каких-то вот этих небольших советов консультаций и у них опять же если они заняты бизнесом у них нет времени постоянно мониторить группу постоянно просматривать ответственно вопрос не ответили там что вообще за сегодня обсуждали какие вопросы поднимались понятно они зачастую готовы в принципе заплатить но зато иметь быструю достаточно обратную связь ежедневную так сказать и действительно по вопросам и нюансам которые на данный момент актуальны а не чисто такие вот вопросы очень много ребят задают вопросы которые никогда не начнут я вот иногда даже таких вычисляю то есть уже по их стилю поведения по их стилю ведения разговора есть ребята которые всем интересуют но они никогда не начнут бизнес они всегда будут спрашивать уточнять они всегда будут видеть какой-то подвох они будут всегда сомневаться то есть они будут 10 раз перепроверять в этой группе в другой в третьей в пятой в десятой 10 видео посмотрят но так и не начнут вот к сожалению таких очень много в группе и они засоряют очень сильный эфир и иногда бывает отвечаешь на какой-то вопрос важный действительно и иногда ребят даже которые у меня консультируются я говорю если вопрос не требует личного внимания то задайте в лучшую группу не пишите мне личку в чат то есть сэкономьте время сэкономьте мое время и свои деньги напишите его в группе и просто меня тегните я увижу этот вопрос я отвечу пользу будет всему сообществу ну и понятно если сверху еще накидают 10 вопросов как открыть листинг или что такое UPC понятное дело что этот ответ идет никуда и большинство людей его не увидят вот поэтому мы еще тоже хотим данную группу фильтровать ну вот так вопросы можно 5 копеек ставить конечно момент такого 3 месяца там в смысле начнем мы с 1 февраля закончим и 1 апреля и там до такого результата дойдем до такого результата и дойдем будь это создание листинга или вывод уже продаж каких-то или запуск рекламы или вообще еще поиск товара будет это уже зависит только от нас правильно дальше мы все время растягиваем а вас никто выгоняет не в джиздрупе это просто примерный скажем так срок на который рассчитан в стандартном режиме если вы не сильно напрягаетесь будете смотреть видео будете подключаться к созвоном то есть это не значит что 3 месяца все и там всех распустили разбежали кто успел тот успел то есть кто-то запустится через месяц уже например а кому-то может быть и полгода не хватит чтобы запуститься но в скайпе у нас останется в любом случае да он все равно будет смотреть эти созвоны будет опять же задавать вопросы если что-то там не получилось например сорвалась поставка или там передумал с товаром посмотрел что ниша поменялась вот он все равно будет участвовать в тех самых созвонах точно так же просто что например уже индивидуальные консультации да он будет задавать вопросы но он просто остается в сообществе в любом случае то есть мы созваниваемся каждую неделю просто бесконечно да из-за этого основной вопрос был просто до какой точки мы дойдем да тут потому что 3 минут смотри в этом отношении что такое 3 месяца 3 месяца базовая как бы я смотрю у всех в принципе 3 месяца у нас 3 месяца получается 4 месяца потому что первый месяц не надо искать товары ну то есть просто тупо там собирать таблицы там всякие там я не знаю и показывать их то есть это по большому счету с первого дня у тебя уже эта таблица есть тебе уже просто из нее выбирать то есть ты экономишь по большому счету месяц ну я так вижу себе то есть в любом случае смотря на другие ребята которые вот мы с кем я общался там 3 месяца у них какая ситуация у них у всех как бы я вот что не смотрю это заточено до момента амазона пришел на амазон удачи братан теперь давай сам торгуй то есть самая веселуха начинается в момент продаж но все почему-то учат до момента этого продажа то есть пришел на амазон приехал товар курс закончился все побухали все отдохнули отметили это и все удачи теперь идите вот есть сервис такой он делает вот это этот сервис вот это делает мы как раз вот этот первый месяц убираем для того чтобы меньше тратить на выбор товара просто выбор товара творческий процесс из-за этого карты подходят к нему абсолютно по-разному кто-то как жесткий конвейер кто-то бывает мне на первую неделю показывает там пять товаров я офигеваю думаю блин мне один был человек он мне показал все мои товары до одного я был в шоке просто то есть он мне прям подряд показал я говорю этим торгую этим торгую этим торгую этим Санек торгует этим я торгую этим хочу торговать то есть вот такое а бывает люди вот выбирают какой-то идеальный товар ну то есть по-разному и здесь вот нельзя спланировать именно момент выбора товара потому что все по-разному а момент запуска товара там все четко там обычный регламент которого как раз должно и хватить из-за этого мы в этом отношении будем присутствовать вот по поводу того за сколько успеет ну в первую очередь конечно от человека зависит я погонять подгонять не буду все равно у нас такое больше мы будем давать три блока то есть блок прошел все двигаемся дальше следующий блок то есть не хочу чтобы распылялся человек блок следующий следующий вот со звонов общаковых хватит процентов на 80 ну только ты название товара не говоришь ну название товара нишу даже говоришь там здоровье то 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 вопросы все закрываем ну а там уже по ситуации потому что мы тоже не можем просто бесконечно то есть тянуть человека но в любом случае человеческие отношения они есть человеческие отношения там уже по ситуации мы ни от кого не скрываемся мы все равно на связи ну в крайнем случае там он кто-то занимается часовой консультацией заплатил за час ты уже и так все знаешь тебе там надо там супер какой-то нюанс там я не знаю выгадать ты его сделал просто и все я вот вижу это тоже чуть-чуть не понял последний пунктик короче в этом грубо говоря в прайсе вывод вашего товара ну по PL в смысле это вашего или вашего на моего моего товара то есть нашего моего Дениса то есть вот кто обучением занимается мы в группе будем запускать товар за него отчитываться будем объяснять почему мы именно этот выбрали то есть вот сам ну это преимущество тех кто например начнет с самого начала там примерно мы его будем выбирать ну я не знаю наверное сейчас как запустим наверное через месяц начнем ну я короче не знаю то есть в марте месяца я планирую то есть начнем выбирать товар реалити шоу да реалити шоу да то есть ну я не знаю начало до конца да то есть мы выбрали товар выбрали товар обсудили его Попробовали, проверили все вот эти вот наши моменты До маржи Выбрали, заказали Он приехал, начал запускать Каждую неделю на общем собрании Мы вначале отчитываемся за товар Показываем все метрики Показываем конверсию Показываем PPC Показываем бизнес-репорты Показываем там любые другие моменты И рассказываем о наших удачах и неудачах Что мы сделали, сколько раздали Какие получили продажи То есть, ну абсолютно, я не знаю То есть, вот это вот Я товар не покажу Здесь все есть То есть, вы практически участвуете Если человек, например, пришел Например, пришел, пришел он сейчас И он все это видит в реальном времени Немножко раньше, например, начнет выбирать товар Мы немножко позже начнем Потому что выбирать товар мы будем, естественно, рассказывать про Ну где-то в марте месяца А вы, например, начнете в начале февраля Вот, ну в любом случае это параллельно смотришь там Ну и так далее А, и когда многие же приходят вообще нулевые Им две недели, надо просто там Три недели надо просто вникнуть Видосы посмотреть Ну то есть, много чего Мы же еще дадим полный доступ до видосов Которые были записаны за предыдущий год Тоже я буду их давать по тематике То есть, выбор товара, запуск и так далее Вот А мы будем за все это отчитываться И человек будет со стороны смотреть Как это все делается, какими инструментами мы пользуемся Как вот у нас периодически эксцессы возникают Вот там тот и тот Вот только сейчас смотрел Там банят Удаляют не верифай отзывы Там так Мы продаем услуги Исключительно те, которыми сами пользуемся Мы от них О них рассказываем Где мы их заказываем Что мы с ними делаем За какие деньги Какой был от этого результат Ну чтобы это было видно Да, к сожалению Ну как к сожалению Я не знаю Как минимум три человека запустили этот товар Которых я точно знаю То есть, три человека запустили наш товар Который мы запустили в группе Вот Ну Я единственное в этом отношении всегда говорю С этим товаром я не помогу тогда То есть, вот единственное ограничение Я не обижусь Я не буду какие-то гадости делать, козни Но, во-первых, я воспринимаю любой товар Не мой Как моего конкурента То есть, я с ним буду конкурировать там По максимуму То есть, все, что я могу Все, что я знаю Все, что умею Буду это делать И второй момент Я не буду помогать Но это просто Ну это непонятно Я думаю, меня все поймут Просто Как я могу Показывать Ну на самом деле Это нельзя так сказать Ну а если у меня 50 товаров То есть, человек вокруг меня будет бегать И не заказывать эти товары Это Немножко неправильно Единственное свинство, наверное Но, с другой стороны Я не знаю Там есть фотографии Прям наши Ну я думаю, наверное Не наши это ребята сделали Просто Таких же конкурентов Ну и реально Когда говорят А почему вы учите А почему Да какая разница Ё-моё Там китайцев сотни Тысячи Миллионы Ё-моё Нас Русскоязычные Там слезы Я так считаю Вот Из-за этого В любом случае Кто-то подделал Кто-то делает Эти товары Кто-то как-то мудрит Я говорю Вот мой товар Его кто-то привез Его произвели И не поленились А я там на Амазоне Как будто год Я там на Амазоне Там торгую Дни там Я не знаю 103 что с этим товаром Там что-то такое То есть там Три месяца всего А меня уже мурыжит Уже месяц То есть я месяц Поторговал И человек привез Уже Ну кошмар какой Это надо его произвести Привезти Надо выбрать Именно меня Надо все проверить Вот И вот так Но Опыт Это Конечно опять же Надо у ребят спросить Которые там были У нас сообщество Абсолютно открыто Вы всегда В личке можете узнать Если что-то Кому-то не понравилось Мы как и все остальные Я думаю там В первый месяц Деньги вернем Никаких проблем Я в этом не вижу Если кто-то за это переживает Вот Нам в принципе Гарантий никаких не надо Это не наш Основной бизнес Да Нам интересно Развивать именно Не продавать курс А вот мне лично По крайней мере Интересно Научиться Вообще вот этому Инфобизнесу Такой непонятной Штуке Которую я никак в жизни Раньше не слышал Но Она такая жирная И прикольная И здоровая И мощная Хотелось бы научиться Как это вообще все делается Потому что Этот еще раз повторюсь Товар В виде Обучения Он так же Товар его Можно так же двигать На Американском рынке Потому что Сейчас вот как раз Мы С вчерашнего дня Запустили Один из моих товаров На внешний трафик То есть Начинаем Деньги там Теперь тратить То есть За это Вот это все Очень интересно Это круто И очень интересно Серьезные вызовы Ставить Такие Чтобы там Было Было к чему стремиться Потому что Вроде как-то Успокоились Вроде достигли Каких-то там Результатов А на самом деле Хочется двигаться дальше Еще вопросы? Так Связь есть? На связи я? Да Слышно все Вопросов нет А то я думаю Это у меня Периодически Что добавить Есть что-нибудь? Тогда можно заканчивать Я думаю Презентацию рассказали Про группу поддержки Более-менее Рассказали Про Нужен помощник Рассказали Нашу концепцию Рассказали Я думаю Народ Кто Понял Есть момент Я думаю Что некоторые люди Просто смотрят В записи Ну это понятно Да То есть Момент Если у кого-то Возникли вопросы И там Стеснялся В личку В личку Напишите Мы ответим Можно либо в личку Да Либо там Под лайвом Непосредственно Можно прокомментировать Если какие-то Непонятные моменты Остались Да Да То есть В любом случае Все контакты Куда скидывать С кем общаться Там все будет Вот Я под видео В ютюбе Это все напишу Вот Концепцию Рассказали Вроде Все Рассказали Я Однозначно Считаю Наш курс Самым лучшим В этом отношении Мне без разницы Там Кто что делает А В этом отношении У нас будет Самое полезное Это я точно Знаю Так что Уже Каждому Уже принимать Своё собственное решение Там Уже двигаться Сами Потому что Мы понимаем Что наш трафик Он очень ограниченный Мы работаем Только С теми людьми Которые уже Поняли Что такое Амазон Как Где Почему Каким-то образом Нашли Что На В общем Наши трафик Не вышли Для этого Надо Сайт Написать Для этого Надо Деньги Серьезные Вложить В рекламу Все остальное Но мы Этим занимаемся Так что ждите нас Все будем там Со временем Я думаю все тогда Если вопросов больше нет До новых встреч Да, спасибо всем Да, всем спасибо Все, да, если вопросы есть Обращайтесь нам в личку Если вопросы будут По обучению Как оплачивать, куда оплачивать Я напишу контакт Скайп, обращайтесь Все вопросы человек закроет Все, всем пока Пока До свидания